Сенсорика. Как же сделать такие материалы дома? Высокий, низкий, узкий, широкий. Вот этот материал помогал нам давать понятия. А дома мы можем взять любимую нам матрешку. Эта матрешка сохраняет в себе и контроль ошибки, как в материалах Монте-Сори. Ведь невозможно большую матрешку положить в меньшую. Это всеми любимые красные штанги, где мы изучаем понятия короткий, длинный и сравнительной степени прилагательных. Дома это могут быть наточенные карандаши или разрезанные ленточки, но пусть они будут одинакового цвета. Отличаются только по признаку длины. Слуховые сенсорные впечатления. Это парные коробочки с разными наполнителями. Дома это сделать очень легко и находить пары. Триному, биному, диканому, накладывающиеся фигуры, все это очень сложно. А вот учить цвета очень здорово. Можно находить сначала точно такой же цвет в своем окружении, задав определенный оттенок. А потом уже изучать оттенки, например, добавляя в краску все больше белого цвета. Сортировка круп. Пусть будет одна общая чашечка и другие, более маленькие для сортировки. Такое упражнение можно делать с закрытыми глазами, так же, как и следующее упражнение. А это будут ткани. Ткани тоже ищутся парами. Ткани должны быть очень разные на ощупь. И здесь можно дать много слов русского языка, рассказывая, из чего состоят волокна. Таинственный мешочек. Здесь на картинке, конечно же, сложный вариант. Но дома, так же, как и у нас в классе, мы можем положить сюда узнаваемые на ощупь предметы. Пусть они отличаются по фактуре максимально. Шишка, ракушка, мягкий мячик, губка и что-нибудь еще. Тепловые таблички. Таблички по степени теплопроводности. Кусочки войлока, камень, стекло, металл, дерево. Они тоже парные и работать можно с закрытыми глазами. Вкусовые баночки. Здесь мы пробуем разные вкусы. Соленый, кислый, сладкий и горький. Учимся их различать и называть. А эти баночки для развития и обоняния. Сюда мы можем положить мешочки с наполнителями. Корица, цитрус, чеснок или еще что-нибудь. А еще дома есть хорошая возможность походить босиком. Жаль, что в садике этого сделать невозможно. Но детским пяточкам это очень полезно. Мы лишь предлагаем деткам ходить по ортопедическим коврикам. Но если дома есть возможность походить по чему-нибудь еще, то это здорово. Всем желаю приятных ощущений.